Накануне в начале второго часа пополудни за рекой на левобережье Сети, или, больше говоря, в заречном микрорайоне Екатеринбурга, рядом с Сургупсом, то есть главным, Уральским железнодорожным вузом, на совершенно Г-образной и небольшой улочке Одинарка приключился шумный дымный пожар в одной из квартир под самой крышей пятиэтажки. За несколько минут до того, как на Одинарку, разбрызгивая лужи, примчались пожарные автомобили, из дымного подъезда выскочили 7 человек. Почти одномоментно с огнеборцами на Одинарку приехали спасатели и доктора на реанимобиле, но, к счастью, помощь последних не понадобилась. Как уточнила пресс-служба регионального главного управления МЧС, на пятом этаже муниципальной пятиэтажки горели домашние вещи на площади в 10 квадратов. Пожар был потушен за 9 минут. Жители окрестных домов и прохожие во все глаза смотрели за тем, как к разбитому окошку на пятом дотянулась автолесенка и пожарный с бронзбойтом в руке. Поднялся на уровень верхушек старых тополей у дома. И вместо пламени из окна, из застекленного балкона по соседству, вдруг повалили клубы белого дыма. Дальнейшее было делом техники, и все закончилось в полтретьего дня. По иронии судьбы, нынешняя одинарка не имеет никакого отношения ни к одинарке Екатеринбургской, ни тем паче к одинарке Банной Слободе. Но это которая до 19 века располагалась между Разгуляевской и Второй Береговой. Кто не в курсе, нынче это улицы Гоголя и Горького. Одинарка Екатеринбургская, а позже Свердловская, сейчас это улица Крылова. И на ней, как ни странно, движение в обе стороны. Хотя изначально одинарками называли как раз односторонние улочки в большом городе.